Бумажник Три странствующих актера – Смирнов, Попов и Балабайкин – шали в одно прекрасное утро по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они к великому своему удивлению и удовольствию увидели в нем 20 банковых билетов, 6 выигрышных билетов второго займа и чек на 3 тысячи. Первым делом они крикнули «Ура!», потом же сели на насыпи и стали предаваться восторгам. «Сколько же это на каждого приходится?» – говорил Смирнов, считая деньги. «Батеньки, по 5 тысяч 445 рублей!» «Ха, голубчики, да ведь это умрешь от таких денег!» «Не так я за себя рад», – сказал Балабайкин. «Как за вас, голубчики мои милые!» «Не будете вы теперь голодать да босиком ходить!» «Я за искусство рад!» «Прежде всего, братцы, поеду в Москву и прямо к Айе!» «Шей ты мне, братец гардероб!» «Не хочу пейзанов играть!» «Перейду до амплуа фатов до хлыщей!» «Куплю цилиндр и шапокляк!» «Для фатов серый цилиндр!» «Теперь бы на радость их выпить и закусить!» «Заметил Жан-Премьер, первый любовник Попов!» «Ведь мы почти три дня питались сухомятку!» «Надо бы теперь чего-нибудь этакого!» «А?» «Да, не дурно бы, голубчики мои милые!» «Возьми-ка из бумажника рублевку и маршируй за провизией!» «Ангел мой хороший!» «Вон деревня!» «Видишь? За курганом белеет церковь!» «Верст пять будет!» «Не больше!» «Видишь?» «Деревня большая и ты все там найдешь!» «Купи водки, бутылку, фунт колбасы, два хлеба и сельц!» «А мы тебя подождем здесь, голубчик, любимый мой!» Попов взял рубль и собрался уходить. Мирнов со слезами на глазах обнял его, поцеловал три раза, перекрестил и назвал его голубчиком, ангелом, душой. Малабайкин тоже обнял и поклялся в вечной дружбе. И только после целого ряда излияний самых чувствительных, трогательных Попов спустился с насыпи и направил стопы свои к темневшей вдали деревеньке. «Ведь этакое счастье!» «Размышлял он дорогой!» «Не было ни гроша, да вдруг Алтын!» «Махну теперь в родную кострову!» «Наберу труппу и выстрою там свой театр!» «Впрочем, за пять тысяч нынче и сарая путного не выстроишь!» «Вот если бы весь бумажник был мой!» «Ну, тогда другое дело!» «Такой бы театрище закатил!» «Такой, что мое почтение!» «Собственно говоря, Смирнов и Балабайкин!» «Какие это актеры?» «Это бездарности!» «Свиньи в ермолке!» «Тупицы!» «Они на пустяки сведут!» «А я бы пользу отечеству принес!» «И себя бы обессмертил!» «Вот что я сделаю!» «Возьму и положу водку яду!» «Они умрут!» «Но зато в Костроме будет театр!» «Какого не знала еще Россия!» «Кто-то, кажется, Макмагон сказал, что цель — оправдывать средства!» «А Макмагон был великой человек!» «Пока он шел и рассуждал так, спутники его Смирнов и Балабайкин сидели и вели такую речь!» «Наш друг Попов славный малый!» «Говорил Смирнов со слезами на глазах!» «Люблю я его!» «Глубоко ценю за талант!» «Влюблен в него!» «Но, знаешь ли, эти деньги сгубят его!» «Он или пробьет их, или же пустится в аферу и свернет себе шею!» «Он так молод, что ему рано еще иметь свои деньги!» «Голубчик, ты мой хороший, родной мой!» «Да!» — согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым. «К чему этому мальчишке деньги?» «Другое дело мы с тобой!» «Мы люди семейные, положительные!» «Для нас с тобой лишний рубль, многое уж значит!» «Пауза!» «Знаешь что, брат, не станем долго разговаривать и сентиментальничать!» «Возьмем да и убьем его!» «Тогда тебе и мне придется по восьми тысяч!» «Убьем его, а в Москве скажем, что он под поезд попал!» «Я тоже люблю его, обожаю!» «Но ведь интерес и искусство, полагай, прежде всего!» «К тому же он бездарен и глуп, как эта шпала!» «Что ты, что?» «Испугался Смирнов!» «Это такой славный, честный!» «Хотя, с другой стороны, откровенно говоря, голубчик ты мой, свинья он порядочный дурак!» «Интриган, сплетник, пройдоха!» «Если мы в самом деле убьем его, то он сам же будет благодарить нас, смелый ты мой, дорогой!» «А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем в газетах трогательный некролог!» «Это будет по-товарищески!» «Сказано, сделано!» «Когда Попов вернулся из деревни с провизией, товарищи обняли его со слезами на глазах, поцеловали, долго уверяли его, что он великий артист!» «Потом вдруг напали на него и убили!» «Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы, разделив находку, Смирнов и Балабайкин, растроганные, говорят друг другу ласковые слова, стали закусывать в полной уверенности, что преступление останется безнаказанным!» «Но добродетель всегда торжествует, а порог доказывается!» «Отброшенный Поповым бутылку с водкой принадлежал к сильнодействующим!» «Не успели, друзья, выпить по-другой, как уже бездыханные лишали на шпалах!» «Через час над ними с карканьем носились вороны!» «Мораль! Когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной солидарности, когда они обнимают и целуют вас, то не очень увлекайтесь!» Антон Павлович Чехов Бумажник Читал Джагангир Абдулаев 5 ноября 2022 год Читал Джагангир Абдула